В преддверии нового телевизионного сезона Иван Ургант дал интервью журналистам, в котором поведал о летнем отпуске и высказался по поводу недавних нашумевших событий. Корреспонденты спросили у популярного ведущего о том, как он относится к конфликту между лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым и журналистом Владимиром Познером. В середине августа музыкант даже вызвал оппонента на батл, подчеркнув, что ему не принципиально площадка проведения публичного поединка. Артист предложил звезде ТВ встретиться на Versus Battle или в эфире Первого канала. Сергей Шнуров вызвал на бой Владимира Познера в ходе разговора с представителями СМИ телеведущей в свойственной ему манере высказался и по поводу ставших популярными рэп-поединков. Владимир Владимирович в отличие от большинства россиян знает, как переводится слово «батл», и это ставит его в гораздо более выгодную позицию, отметил Ургант. В то же время Иван полагает, что подобные мероприятия несут определенную пользу. Ведущий считает, что рэп-баттлы отличная возможность решить конфликт и уладить ссору, возникшую между двумя сторонами. Появление такого феномена в нашем поле зрения в последнее время не может не произвести хорошие впечатления, считает он. Разумеется, журналисты не могли не узнать у Ивана Урганта, смотрел ли он поединок Оксимирона Игнойного, также известного как Слава КПСС. В свое время телеведущий изобразил Мирона Федорова, сразившись с Сергеем Шнуровым в программе «Вечерний Ургант». Будучи человеком, который всегда остается в курсе событий, Ургант не мог пропустить этот батл. Русские рэперы взорвали всемирную сеть по мнению Ивана Урганта, два самых важных события, которые произошли за последнее время. Это батл между Оксимироном и Игнойном, а также переход Андрея Малахова на другой канал. На вопрос издания телепрограммы о том, пригласят ли Славу КПСС в телешоу «Вечерний Ургант». Ведущий ответил, что в программу могут позвать любого человека, вызывающего ажиотаж и интерес.